Приветствую всех, дорогие друзья! С вами снова Крю ГТВ, мы продолжаем проходить такую визуальную новеллу, как Дэдлог. Мы остановились на том, что первая задачка была разрешена, и теперь народ решил погонять в какой-то квест, придуманный Эриком. Посмотрим, чем всё это кончится, потому что я надеюсь, что будет какой-то сюжетный твист, и скорее всего он будет, ну не может же быть всё настолько просто и абсолютно, ну, банально. Итак, и мы начали, но тут же закончили, потому что ничего у нас не получилось. Она была здесь! Записка! И второй улики нет, и третий! Кто-то их убрал! Но зачем? Квест сорвался, злоумышленников прибавилось, кто-то ещё вёл свою игру, и этот кто-то был среди нас. А главное, нам действительно грозила опасность, настоящая, в отличие от хомяка и варенья. Ребят нужно было отвлечь, но с пользой для дела, и кажется, у меня появились кое-какие идеи. Не переживайте, квест просто стал ещё интереснее, причём теперь даже Эрик может в нём участвовать с нами на равных. Так это ты мне всё испортил? Чтобы стало ещё интереснее? Нет, конечно. Просто подумал, что нам здесь придётся провести все выходные, пока школу не откроют. Голос её был всё ещё сердитым, хотя она старалась не проявлять свои чувства так открыто, как прежде. Сколько человек может не есть? Пару дней-то любой протянет, но не хотелось бы. А вот без воды дня три, наверное. Так, значит, нам нужно озаботиться поиском провианта. Председателю хватил мою мысль и снова брал бразды правления в свои руки. Что и требовалось. Мне понравилось, как Ника заботится о Еве. И я решил взять с неё пример. Для начала помочь Эрику пережить крах его затеи, а заодно и... А заодно и кое-какие нужные предметы поищем, которые могут помочь нам выбраться. Что угодно можно применить с пользой. От гвоздя до микроволновки. Ну вот отлично. Жизнь налаживается. Остаётся надеяться, что выход есть. Впрочем, даже если бы нас съели, у нас было бы два выхода. Иногда Ева выдаёт очень дельные мысли. Смешно. Но сначала мы нашли зефир. Ну, как нашли. Просто наскребли мелочи и купили в автомате со всякими вкусностями, что стоял в коридоре. Не скажу, что это была самая полезная вещь в нашем положении. Но Евочка очень обрадовалась. А когда мы добыли из стола учителя химии спиртовку, Ева от радости запрыгала на месте. Мы будем жарить зефир. Настоящие посиделки у костра. Ура! Несколько минут спустя мы сидели вокруг импровизированного костра и действительно жарили на огне зефир. Ева откусила крошечный кусочек ещё горячей свежеподжаренного на спиртовке зефира и зажмурилась от удовольствия. Очень вкусно. И вообще мы словно все-таки отправились в поездку. Ночь, костёр. Зефир, крики, трупы. Романтика. При упоминании поездки Ника нахмурилась. Да что она там забыла? Не так уж это и интересно смотаться на выходные в соседний город. Что-то здесь нечисто, что-то... Первый выполнен. Перейдём ко второму пункту из списка. Какого списка? Моего списка мероприятий. Зефир пожарили. Теперь задачки. Эрик, начинай, у тебя их много. Ой, как же он оживился, как расцвёл. Его план сработал. Пусть не так, как он задумывал, но вот они мы. Сидим, ждём его детективных загадок, бежать-то нам всё равно некуда. Одна женщина очень любила детективы. Думаю, она читала Агату Кристи, Анну Хмелёвскую, Елизабет Джордж, Кристи Гринвуд, Найо Марш. Так, стоп, притормози коней. Эти имена имеют отношение к задаче? Нет, но это же признанные классики женских... Женских? Ты всё-таки согласен на клуб прелестных девочек и решил сам? Нет, что за ерунда. Ну, хорошо, задача. Мужчина любила детектива, а её недалёкий муж над ней посмеивался. Прямо как вы все. Детективы, не детектива. Я однажды сказал ей такое, что она собрала вещи и ушла от него. Что он ей сказал? Ты обалдел? Как же такое узнать можно? Только угадать. Да, пожалуй, попробуй угадать. Он сказал твоей детективы, отстой! Я тоже решил поугадывать. Он предложил развестись. Нет, он сказал убийца дворецкий. Или лошадь подпоили клофиелином, и она не вспомнила пароль. И у нас есть победитель! Мужчина рассказал концовку очередной книги, а женщина, как мы помним, очень любила детективы. Да ну-ка, это как-то слишком. Нет-нет, лично я бы прибил его за спойлеры. Ника лишь фыркнула, а Ева победно улыбнулась. В Америке жил один псих. Ну, точнее, не один, но речь не об этом. Он начал убивать брата, сестру, свою девушку. Все тела бросал в колодец, а на утро они оттуда исчезали. И только когда он убил свою маму, она никуда не исчезла. Почему? Это из личного опыта? Тот, я твою маму давно не видела. Вот же вредина. Человек старается развлекать нас, а это и лишь бы позубоскалить. Наверное, мама всех доставала из колодца и хоронила. Семья всё-таки. Он же псих! Все, кроме мамы, были воображаемыми. Кажется, она вошла в азарт. А Эрик уже открыл рот, чтобы объявить победителя, как я полагаю. Но тут и Евочка выдала свою версию. Колодец с тремя желаниями. Наверное, желания кончились. Эрик с Никой переглянулись и зааплодировали. Я присоединился. Хорошая версия. С волшебством, добрая. Не то что задача. Что-то у Эрика все истории какие-то мрачные. Следующее. Британский солдат, который целился в Гитлера. Ну вот, что я говорил. Теперь и Гитлер ещё. А дальше что на очереди? Пытки расчленёнка? Так и не выстрелил. Почему? Поясняю, что эта история реально случилась во время Второй мировой войны. Пояснил так пояснил. Ну теперь-то точно мы должны угадать. Патроны кончились. Эрик лишь помотал головой, хитро щурясь. Интересно, сам-то он угадал с первого раза? Жалко стало. Правильно. Теперь приглянулись мы с Никой. Но промолчали. Видимо, Эрик подыгрывал Евочке. Ну что ж, я-то не против, а уж Никой подавно. Это произошло во время Первой мировой войны, а не Второй. Когда Гитлер был всего лишь кадровым военным. К тому же он был ранен. Добивать его показалось британцу низким. Не сказал бы, что это то же самое, что пожалел. Но я бы и сам засчитал такой ответ. Эх, что-то никакого веселья. Война и трупы. Может, хватит этого добра? А есть что-нибудь про школу? Да, есть, конечно. Первого сентября в школе произошло убийство. Я мысленно стукнул ладонью по лицу, но промолчал. Ну, нравятся ему трупы, что уж теперь. Подозреваемых было четверо. Но у всех было алиби. Директор был на торжественной линейке. Уборщик мыл полы, охранник стоял на входе. А учитель хи... Эрик коротко глянул на Нику и запнулся. Слишком уж часто она вспоминала про нашего умирающего химика. А учитель математики проверял контрольные. Кто убийца? Охранник. У него было оружие. Или он с дубинкой дежурил? Школа всё-таки. Хотя и с дубинкой можно... Того. Уборщик. Он же сам и смыл все следы преступления. Кровь там, мозги. Ногти, зубы, вырванный пупок. Давай тогда и директора подозревать. Может, он заказчик? Один учитель молодец. Работает, прошлогодний контрольный зачем-то проверяет. Ох, и впрямь. Первое сентября, линейка, а у него уже написаны не пойми кем контрольные. В этот раз я захлопал первым. Остальные тут же присоединились. Ещё одна история из жизни. На одной койке возле входа в палату реанимации каждую пятницу умирал новый больной. Прямо проклятие какое-то. Но подозревали врачей. Убедились, что это не их вина, только когда установили скрытые камеры. Кто убийца? Так данных никаких нет. Откуда вывод это делать? Что анализировать? Не призрак же? Совпадение. А у нас по пятницам была генеральная уборка в палате, когда я лежала после... Правильно! Мы озадаченно на него уставились. Что правильно-то? Уборщица включала пылесос в ближайшую розетку, отключив аппарат жизнеобеспечения. Из-за шума не слышала хрип умирающих и... Слушай, кончай уже, а? Тебе трупов на сегодня мало. Эрик смутился и немного спал с лица. Припомню свои недавние встречи с нашими плюшевыми ходячими мертвецами. Ну, хоть про него. Ладно, хорошо. Муж обещал прийти к восьми вечера, а пришел в восемь ноль две. Но жена устроила скандал из-за опоздания. Почему? У кого есть версии? Прибухнул? Да нет, из-за опоздания же скандал по условию задачи. Не может он ее случайно... Может он ее случайно запер, и она долго ждала? Нет, глупость. Или поспорила жена с соседкой, что он придет вовремя. Или... А он в восемь утра или вечера пришел? Бинго! И снова кубок победителя уходит нашей Евочке. Девушка внимательно осмотрела пустые руки и не обнаружила кубка и укоризненно глянула на Эрика. Тогда он вместо награды отдал ей свою зефирку. Мужчина с высоты своего роста, стоя на асфальте, уронил помидор. Но тот даже не помялся. Договорить ему не дали. ГМО! Хе-хе! Блин, это настолько тупо, что даже весело. В лужу упал. Ева вынула из-за рта зефирки, свою и призовую, и уверенно заявила. Поймал. Да, извини, но у меня больше нет. Я протянул девушке свой зефир, и та отправила его в рот прямо вместе со своими. Мужчина играл в карты с тремя друзьями. Уронил семерку треф, наклонился поднятия, под столом семь ног. Ника снова не дослушала условия задачи. Инвалид! Впрочем, и я выкрикнул свой абсолютно неоригинальный вариант одновременно с ней. Снял протез! Но Эрик покачал головой, отметая оба варианта разума. Кто-то из игроков подогнул ногу? Афуфа! Она вывалила зефир на ладошку и повторила. Обсчитался! И отправив все три зефирки обратно в рот, продолжила попытки их проживать. Ника глянула на довольного Эрика и протянула подруге свой зефирный кубок победителя. Что это за загадка? Ну это реально просто... Аааа, ужас какой-то. Человек купил на аукционе недорогую картину, хотя и знал, что она вовсе ничего не стоит. Зачем? Он дурак? Или у него плохой вкус, картина понравилась? Убьет художника, тот прославится, как это иногда бывает после смерти творческих людей, и эта картина... Ой... Похоже, она и сама осознала, какую глупость ляпнула. Это ж сколько художников перебить надо, пока хоть один из них прославится. Все уставились на Еву в ожидании правильного ответа. Та попыталась что-то сказать, но четыре зефирки этого не позволили. И тогда она начертила в воздухе прямоугольник. Картина? Девушка замотала головой и повторила пантомиму, но в этот раз нарисовала прямоугольник не одним, а двумя пальцами, растопырила указательный и большой. Рама? Евочка энергично закивала и успокоилась, снова сосредоточившись на пережевывании зефирок. Совершенно верно! Картина была в дорогой раме. Ох, непроста девчонка. Снова нас обскакало. Да и задачки идут все логичнее, а с логикой вроде бы не все гладко у нее. В корзине лежат четыре яблока. Как их раздать четверым детям, чтобы досталось всем, но одно яблоко осталось в корзине? В этот раз я сообразил быстрее других. Каждое яблоко разрезать на четыре части и раздать по три дольки каждому ребенку. А если ножа нет или части неравные? Ева все еще сопела с полным ртом зефира. Она взяла листок, свернула кулечек, отщепнула недожеванный кусочек прямо изо рта, кинула в куле и протянула Эрику. Верно? Отдать одно яблоко прямо с корзиной. О господи, это загадка на уровне просто Шерлока, аплодирую стоя. Ева что-то довольно зафыркала, не переставая жевать. Неужели мы проигрываем Еве? Бумеранг можно бросить так, что он вернется в руку. А мячик? Я собакину так мячик бросаю, он его назад носит. А я в стену бросаю, тоже возвращается. Ева забрала кулек, смяла в комок, подбросила, и он вернулся в ее ручку. Мы снова проиграли. Эх, гравитация, бессердечная ты, сволочь. Да, ну конечно, апелляция к мемологии, такое. Если бы у нас оставался зефир, Евочка была уже лопнула. Фифо. Мэ, фафифо. Мы с Эриком ничего не поняли, а вот Ника с этой задачей справилась и даже перевела для нас. Говорит, ей хватило. Криптографическая задачка. Продолжите ряд. Р, Д, Т, Ч, П. Фу. Мы с Эриком уставились на нашу переводчицу с Евиного на человеческий, но та лишь развела руками. Я протянул Евочке авторучку, и она быстро написала несколько символов. Ш, С, В, Д, Д. И снова правильно. Следующая задача. Эй, торопыга, не спеши. Ты ничего не забыл? А, да, это были первые буквы чисел. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и далее по скидку. По списку. Вот же. Ладно, пора закругляться. Главное, Евочка перекусила. Пойдем дальше твой квест проходить, задачник ты наш ходячий. И мы пошли. О, красивенький фон. Мы нашли кучу бесхозного и не очень хлама, и кое-что смогли применить. Но самой главной находкой оказалась рация. Вот только школа стояла в низине, нужно было выбраться на крышу, чтобы наладить связь. Но двери на лестницу были давно закрыты, дабы школьники не пропадали там целыми днями, пропуская уроки. Какая-то волшебная здесь крыша, с нее никому не хочется уходить. А еще нашелся резак для бумаги, которым мы срезали свисающий из навесного потолка шнур, привязали загнутый гвоздь и выузили этой удочкой ключ из-под решетки. Да, только к двери он не подошел. Разочарование перешло в отчаяние, но Евочка заинтересовалась, откуда этот ключ, и пошла примерять его ко всем дверям. И подошел он к двери на крышу. По лестнице мы неслись так, словно здание школы вот-вот рухнет, и мы окажемся под обломками. Как только ноги не переломали, ума не приложу. Вбежали, остановились, я достал рацию, ее тут же выхватила Ника. Куда жать-то, что крутить? Не умеешь, не берись. Не хочешь срать, не мучай жопу. Дай сюда, а то накрутишь сейчас. Он выставил первый канал, нажал кнопку на боку прибора. Эй, нас кто-нибудь слышит? Прием! Рация молчала, прежнее отчаяние возвращалось. Нас кто-нибудь слышит? Ответьте это срочно! Пожалуйста! Прозвучало довольно жалобно. Мне даже стало немного неловко. Я отвернулся, задрал голову и стал разглядывать звезды. Их было уже не очень хорошо видно. Светало. Наверное, мощности не хватает. Нужно усилить сигнал. Хотя, как мы это сделаем? А, может, удлиним антенну? Нужно найти провод и что-то металлическое. Впрочем, провод у нас был. И даже резак, чтобы зачистить концы. Мы соединили антенну рации с телевизионной антенной. Эрик задержал дыхание и щелкнул выключателем. Раздалось шипение. Ну, по крайней мере, с того раза оно стало громче и тут. «Четырнадцатый! Следуйте в магазин с Северного моста! Код...» Голос оборвался. Эрик чертыхнулся и поправил отвалившийся провод. Девочки по ним потянулись к нему. «Меня слышно? Ответьте, пожалуйста! Нам нужна помощь! Прием!» «Малыш, не засоряй эфир! Хватит баловаться! Это канал для...» Эрик не дослушал, а нажал вызов. «А я тут что, пиццу заказываю?» Я узнал цитату, хихикнул и показал председателю большой палец. «Мы заперты в школе без еды и воды. И нас не ищут. Нам нужна помощь!» «Принято! Ждите!» «Четырнадцатый! Вам по дороге! Проверьте школу!» Четырнадцатый что-то ответил, но мы не разобрали. Рация как-то резко утихла и замолчала вовсе. Даже шипеть перестала. Батарея сдохла. Что ж, оставалось только дожидаться полицейских. «Все! Ждем!» «Мммм...» «Крысота!» «Ну правда же классно выглядит?» «И мы стали ждать. Стояли и ждали. Так ждали, что не заметили, как у горизонта залил рассвет. А затем теплый свет покатился волной по городу и залил крышу школы. А все-таки жаль, что наше расследование зашло в тупик. Было бы интересно найти вора. А чего тут искать? Кому это было выгодно? Кто хотел устроить настоящее расследование? Только ты, Эркюль засушенный. Думаю, все со мной согла... Думаю, все со мной согласятся. Правда же? Кто считает, что это все сделал наш сыщик? Выглядит так, словно это и вправду он. Поначалу я бы тоже подумала на него. Но как-то это все... Пока возмущенный и ошарашенный Эрик хватал ртом воздух, девочки повернулись ко мне. Это что же, все от меня зависит? Если я за него заступлюсь, то мнение поделится пополам. А если приму сторону Ники и Евы, то вина Эрика будет признана нашим импровизированным судом присяжных. Но к чему вообще этот суд? Я же прекрасно понимаю, что на реальное положение дел наше решение никак не повлияет. Мы просто выскажем свое мнение. Где доказательства? Но тогда... Угу. Вот он выбор. Ну, давайте скажем, что это был не Эрик. Это сделал не он. Я... Я уверен. Ты что-то знаешь? Ты точно что-то знаешь! Так это все-таки ты испортил мой квест! Этого я не говорил. Нет, я ничего не портил. Но я не вижу смысла тебе самому его портить. Это просто... Это же тупо. Ника смутилась. Она поняла, что обвинять пострадавшего как минимум нелепо. Но упрямство все никак не давало ей признать ошибку. А может... Может он... Черт, да какая разница! Но кто-то нам явно хотел напакостить. Или только Эрику. Давайте рассуждать логически. Ева заметно оживилась. А я думал, что она заснула стоя. Тоже, кстати, поразительный талант, если не притворяется. Начнем. Лично я ничего не делала. Здесь даже никаких доказательств не требуется. Почему это вдруг? Везде требуется, а тут нет. Ты чем лучше других? Хотя бы тем, что я не притворюсь детективом. Мою кофейню закрыли. Клуб – это просто отличный вариант чаевничать после школы. Крыть было нечем. Алиби так себе, но если на чистоту, мы все ей поверили. Да еще и эта поездка, которой ее решили. «Евочка была со мной. Разминулись мы очень ненадолго. Этого бы не хватило на полноценную диверсию. Марк был в клубе. Да, мы не можем за это ручаться, очень уж он крут». На этом, естественно, я начал краснеть. Похвала оказалась на удивление приятной. И все же у него нет мотивов. Впрочем, как и у всех остальных. Но он по натуре наблюдатель. Расселся в кресле, словно у телевизора, и ждет, когда начнется кино. Пожалуй, его устроил бы любой исход этого приключения. Но не думаю, что он стал бы делать что-то сам. В любом случае, Марк остается под подозрением. А она хороша. Самая далекая от следственных мероприятий девочка выказала недурные аналитические способности. Помнится, за это ее и пригласили в клуб. Остается Сабина. Темная лошадка. Тихоня. Книга пропала именно у нее, а это мотив. К тому же именно она отсутствовала дольше всех. И еще она постоянно зачитывается детективом и вполне могла решиться на какое-то коварство. Сабина побледнела. Я не разобрал ее эмоций. Обида, страх, что-то еще. Но ее все это определенно расстроило. И я, наконец, решился. Это был я. Ника замерла, забыв выпустить набранный для обличительной речи воздух. Эрик вытрачился на меня так, словно видел впервые. А Евочка и вовсе захлопала в ладоши. Я говорю не про квест. Это я украл книгу у Сабины. Реакция каждого усилилась, но не поменялась качественно, только количественно. Сабина нахмурилась, и я решил объясниться. Я никогда не состоял ни в каких кружках, секциях или клубах по интересам. Меня просто не приглашали. Наверное, потому что не замечали. И жил чужими жизнями я. Наблюдал за тем, что происходит с людьми, но сам не вмешивался. Вот только мне надоело быть невидимкой. Я захотел сам в чем-то поучаствовать на равных, как член группы, а не просто как зритель. Я замолчал, чтобы перевести дыхание. И заметил, что никто не сердится. Кажется, меня пожалели. Неожиданно приятное чувство. Не украл книгу, забытую на парте. Подстроил так, чтобы Эрик ее потом нашел. А чтобы он ее просто не вернул, подсовывал всю неделю книги и мангу про запертых в школе детей. Про расследование преступлений, совершенных кем-то из пострадавших. Даже тот сертификат в квестовую комнату Эрик не выиграл. Я сфопреговал этот розыгрыш билетов в интернете. И что удивительно, это все сработало. Вы, девчонки, хорошо его подготовили своим безразличием и чаепитиями. Он воспринял подброшенные ему идеи как свои и устроил нам эту ночь. Не все прошло гладко, но главное получилось. Мы все узнали друг друга немного больше и, я надеюсь, стали ближе. Это была самая длинная речь в моей жизни. Устал от этого выступления так, словно не говорил, а жонглировал кирями. Я поднял взгляд и посмотрел прямо в глаза Сабини. Она улыбалась. Эрик нахмурился, а Ника смотрела как на дурака. Я вас остроила смешную рожицу, а Сабина улыбалась. Я просто хотел, чтобы ты меня заметила. Кажется, мой план тоже сработал не так, как было задумано. Ты книжку-то прочитал, кукловод? Нет. Зачем? Там же любовный роман. Вот именно. Я не читаю детективы. Беру от них суперобложки, чтобы прятать в них романы. А то все смеются и дразнят. Роман был про то, как парень и девушка никак не могут сделать первый шаг навстречу друг другу. Я надеялась, что ты прочтешь и сделаешь выводы. Но ты оказался поразительным дегенератом. А я думала, что книгу и вовсе украл кто-то еще. Ты ее так и не получил. Мысли роились в голове, словно стоя пчел. Казалось, я даже слышу этот гул. Или это полицейская машина. Одна мысль жужжала сильнее всех. И я ее озвучил. Это классно. Вот этот поворот прикольный. То, что сначала так все типа детектив-детектив, а тут опа, оказывается это ты тупой-слепой. И не видишь. Так ты... Ты меня видела? Сабина засмеялась и сама сделала шаг мне навстречу. Один маленький шаг, ради которого мы с ней все это время плели интриги. Воровали, секретничали. Устраивали диверсии. Блин, классная картинка. Очень. Супер. Наверное, я была единственной, кто тебя видел. Ну, и что ты будешь делать, господин шпион? Может, в кино сходим? Главное, не на детектив. Эрик обиделся. Девочки засмеялись. А я наконец-то взял свою девушку за руку и осторожно сжал ее маленькую нежную ладошку. Как же здорово, когда тебя замечают. Конец. Блин. Эпичный довольно конец. Не дожали. Одно точно могу сказать. Не дожали. Не дожали. История такая прям стройная получилась. То есть, когда ты читаешь, в общем-то, все плюс-минус на одной волне. Где надо, там, чуть-чуть тебя где-то затронуло. В конце вот тоже довольно неплохо настроение так поменялось очень в тему. Персонажей не больше, не меньше, чем нужно. Нарисовано нормально, хоть и не так много там всего. Нравится то, что удалось так грамотно совместить вот типа детектив вот эту мрачную атмосферу и какую-то вот такую более веселую, романтичную. За музыку прям респект. Музыка очень классная, супер классная, фоны хорошие. Ну, блин, новелла вся хорошо сделана. По факту, кроме текста местами. Ну и сама идея лично для меня, она не то что слабая, она просто, ну как сказать. Она не реализована неплохо, но она никакая. То есть, это явно не вот новелла, от которой тебя ёкнет сердце. Это просто вот пройти, так порадоваться, часочек время убить. Потому что, ну, я не знаю, у меня вот никаких сейчас таких прям эмоций. Мне понравилось, скорее всего, но это как-то нельзя выписать другими эмоциями. Что это было захватывающе, волнительно, ещё что-то. Это просто было, ну, нормально. Немного не понравился момент с историями. Уж слишком долго и такие тупые истории местами, что, ух, ну, точнее, где вот он нам загадывал загадки. Ну, понятно, для чего это нужно, для антуража, но, тем не менее, в тот момент как раз немножко прям так скука накатила. Но, в целом, всё остальное читается хорошо, спокойно, там, пара кривостей в тексте, таких, ну, просто язык ломающих. Но, в целом, мне понравилось, скорее, чем нет. Наверное, нет смысла уж проходить особо эту новеллу ещё раз, потому что тут один выбор, и я что-то сильно не уверен, что он влияет прям на что-то. То есть, скорее, скорее всего, должен, но, если вам это интересно, вы можете взять эту новеллу, скачать и пройти. Она небольшая, и ссылочку я на неё оставляю, само собой, в описании. Авторов поблагодарите, всё-таки это хорошо сделанная работа, я считаю, на 8 из 10, то есть, вот, немножко не дожали, то есть, чувств каких-то прям таких ярких нет, но это, вероятно, просто из-за того, что новелла довольно короткая. Но, в любом случае, сделана хорошо. На этом будем заканчивать прохождение дедлока, впрочем, оно уже закончено. Не забудьте поддержать видео пальцами вверх, подпиской на канал и прочим-прочим, а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.